Марийский народный праздник Симык в Краснокамском районе начали отмечать с 2001 года. Если поначалу организаторы ставили себе целью возродить традиции и религиозные обычаи народа Марий, то сегодня его уже отмечают с особым размахом. С каждым годом Марий. Селень, вода. Очень красиво. Мы ведь татары, татары. Ну что, Марийский, ты нравится праздник? Нравится. Все равно, что татарский, хоть Марийский. Прошли, посмотрели. Нравится хоть и хоть? Ну, конечно, если не нравится, не пришли бы. Коллективы художественной самодеятельности каждого сельского поселения Краснокамского района приготовили свои песни и танцы. Звуки барабана под названием «Тумыр» сопровождали всех, кто попал на главную улицу Новой Буры, украшенную всевозможными поделками рукодельниц. Неделю собираюсь, эту ночь не спали, на ногах простояли. Ей 18 лет было, когда ей сшили. Ей сейчас 76 лет. Вот это тоже как у них свадебные полотенцы. А это тоже свадебные или как? Нет, это не свадебные. Это как нарядные идет. По праздникам? По праздникам только одевается, да. Это вот старинная кровать. Раньше так собирали. Вот с узорами вышивали, рукодели, вот с крючком. Это у нас от старых, от бабушек тоже уже осталось. Столы были накрыты на улице. Все гости проходили и угощались самыми разнообразными блюдами. Любовались вышивками, самодельными коврами, полотенцами и старинной утварью. Собрались сначала, разговаривали. Думали, кто что будет выставлять. И я закончила художественную школу, и поэтому я решила сама предложить. Как бы творчество. У меня все спрашивают, ты же у нас самая молодая, рассказывай. Вот я предложила сделать там домик тематический. У нас сосед конюх, и поэтому его утварь там. Поставили вот стол общий. И моя тетя, вот мы вязали ее подушки. Это и гладкачество, вот это мы проходили в художественной школе. Организаторы праздника стараются каждый раз разнообразить украшения улицы. Например, пользуясь случаем, семья Шараевых представила и свою родословную. Я нарисовала тут дерево. Дерево с маминой стороны и с папиной. Мой папа, мой дедушка Тимир. Папа нефтяник, брат. Вот здесь брат. Я, мой братишка маленький. Вот мы нефтяники. И мы хотим, чтобы наша семья так же продолжалась. И я хочу, чтобы и мои дети, и дети брата были тоже нефтяниками. Особый интерес вызвал у многочисленных гостей поделки Валерия Абдрашитова, который в свободное от работы время успевает создавать произведения искусства из природных материалов. Лошадь со стороны идут символы, так ведь? Подкова тоже, видимо, защищает. Как-то... И гумирвую дунчак кутульгамидану, так ведь? А узор злых духов как-то сохраняет, так ведь? Охраняет. Ну, медведь. Символ башкирского народа, медмед. Ну, щечка. Ну, айс. Символ богатства. Среди гостей также были приезжие из ближайших деревень и сельских поселений. На празднике были замечены участники из села Калтасы, Республики Татарстан и других населенных пунктов нашей страны. Праздник в Семид Новобуринском сельском совете проходит. Деревню выбрали Старую Буру. Мы находимся в деревне Новая Бура. Мы помогаем в помощь Старой Буре общей. Наша деревня начинается со Старой Буры. Старая Бура сгорела и переехали, переселились сюда. Вот поэтому мы... Почти что одна деревня. Поэтому мы решили помочь выставить свои творения, выставили, собирали со всей деревни. Что-то вот у кого-то отдельные коллекции есть. А так у нас праздники проводятся. Вот юбилей деревни проводили, шежерей байрам проводили. Тоже так же выставлялись, все выставляли товары. Людям же диковинку вот все это видеть, никто не может... Некоторые даже не знают, что это такое, что... Это мельница. Это мельница. Ручная мельница делает муку молит, крупу молит вот так. Вот четыре мельницы. А вот эти сети они для чего? В эти сети весной рыбу ловят. Это морда называется, плели морду. Корзины. А морда для чего? Тоже для рыбы. Ежегодно я участвовала на празднике Семак, на районном празднике Семак. Являюсь также участницей ансамбля нашего Марисем, Новобуринского дома культуры. От души участвую на этом празднике. Нравится мне праздник. Надеюсь, что у нас праздник удался. И еще праздник продолжается. Здесь у нас на сцене будет продолжаться. В этот день также состоялась символическая передача эстафеты. На следующий год праздник Семак будет проходить в Раздольевском сельском поселении. От имени администрации района выступила Фануда Дмитриева. Заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам выразила благодарность всем участвующим. Достойное место занимает национальный праздник Семак. Проведение этого замечательного мероприятия стало доброй и красивой традицией. Знаменательно, что в год 80-летия Краснокамского района у этого праздника тоже юбилей. 15 лет. Впервые это районное мероприятие прошло в деревне Листомбетово 30 мая 2001 года. Способствовал хорошему настроению жителей и то, что внести свою лепту на праздник собралось очень много желающих. Это доказывает тот факт, что сегодня среди народа Марии есть место единству и преемственности. Праздник Семак тем временем плавно перешел в национальный праздник Сабантуй, тем самым новобуринцы совместили два ярких праздника.